Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Брюссон Игорь Андреевич и мы с вами на goodgame.ru. А рядом с нами Верди. Верди, здравствуй. Привет всем. Представься, как тебя зовут? Меня зовут Артем. Живу в Москве. Пригласили на турнир, вот играю. Вот играешь. Давай пойдем издалека. Для начала расскажи, пожалуйста, нам. Мы слышали, что ты собираешься уйти в армию или не уйти. Вот непонятно, то ты бросаешь, строкрафта не бросаешь. Ну я не знаю. Прояснить. Ну там ситуация такая, что есть шанс, есть вероятность, что я буду годен в армию, допустим. И как бы непонятно, что делать. То есть пока нет четкого вердикта какого-то, что там будет годен я или не годен. То есть я не могу принять окончательно никакого решения. То есть там, допустим, сосредоточиться на старкрафте или там, или подготавливаться к армии, там, грубо говоря, я не знаю. То есть что делать, у меня непонятно сейчас. Ну а ты заметил за собой, ну такие эмоциональные вспышки, когда ты принимаешь, заявляешь о каком-то своем решении, а потом, ну немного остыв, говоришь о том, что, ну, меняешь его. Бывает такое? Обращал ты внимание? Нет, ну на самом деле такого не бывает. Просто обычно принимаю решение просто поспешно, например, а там выясняются, допустим, некоторые новые факты. Обстоятельства. Да, и приходится менять, потому что, ну я не тот... Получается, что ты поспешно делаешь выводы? Ну, кажется, все прозрачным обычно, а там на деле оказывается все наоборот. То есть непонятно вообще, что делать. Хорошо. Соответственно, по ситуации с этим турниром, да, значит, тебя пригласили, но ты не хотел принимать участие изначально и хотел передать свое место или фраеру, или ЛЗ. Правильно? Ну я хотел фраеру передать вообще, в принципе, потому что, ну фраер, ну, я не знаю, по крайней мере он тренируется, по крайней мере он там старается, грубо говоря. У него есть результаты серьезные на онлайн-турнирах, то есть куда более хорошие, чем у меня, например, да. Вот, ну и как бы меня пригласили на турнир, да, если бы я полностью провалился, там, проиграл бы 0-3, я думаю, что в следующий раз меня бы уже не пригласили на такой турнир, и я не хотел как бы портить свою там... Репутацию? Ну не репутацию, а как бы мнение о моем уровне игры. То есть я вроде как не в лучшей форме, а то есть меня на турнир приглашают такой серьезный, как бы. Ну вот так. То есть просто это не жизнь доброй воли по отношению, что фраер более достоин, а это совокупность факторов таких, как плохая форма в первую очередь, да, своя? Ну она не то, что плохая, да, но я вот, допустим, не могу ничего выиграть, никого, я сижу, допустим, в онлайн играю, играю в онлайн-турниры, играю там какие-то кастомы, например, и я всем проигрываю, и, ну, не знаю... Подожди, я же видел, ты майкера, я на стрим выиграл, затерранный. Ну это, то есть это моя заготовка, конечно, да, но против майкера пришлось как бы свою лучшую игру показать. Ну она, он почувствовал, что как раз ты подготовился к нему. Да-да-да, у меня были страты именно под него. Ты, вонят, стрим палил? Нет, стрим я не палил, я вообще в тот день сидел, играл за протасов, и меня там всякие бобры застраивали двумя гейтами, фотонили, ну а я за протасов играл. Ну мне надоело, думаю, дай терну поставлю, терну не зафотонить. Ну ставлю терну, еще карту Металлополис как бы, если б я как раз, да, если б я эту игру как раз вот за протасов искал бы... Тебя б точно зафотонили. Да, да, а тут вот повезло. Тут повезло. У тебя сразу настроение улучшилось, да? Ну я после этого понял, что в принципе LAN-турнир играть можно, то есть это приходить. Подожди, ну расскажи, почему ты отказывался и что послужило как раз тем вот щелчком, после которого ты сказал, нет, я буду играть на этом турнире. Ну тут много оппонентов для меня уж слишком неудобных, помимо того, что там, допустим, я не чувствую уверенности в своей, не чувствовал, и как бы, ну как сказать, неподготовлен был именно. Ты не понял вопрос. Вопрос, что тебе сказали организаторы, после чего ты решил... Понять решение? Да. Ну они сказали, что, во-первых, они сетку мне показали, да, потому что, то есть я не знал вообще сетку. Я думал, что, ну, то есть игроки разные, большинство неудобных, как я говорю, и я думал, что попаду, ну, с высокой вероятностью на неудобного оппонента и проиграю, то есть, да. Вот, ну, а тут я узнал, что как бы оппонент браток, вот. Ты обрадовался? Ну, конечно, я не мог вообще, то есть для меня это был лучший оппонент, ну, может быть, еще Титан был бы хорошим оппонентом, но там не могло быть, что два протаса в первом раунде, я так понимаю, вот. И поэтому браток был, наверное, вторым, как бы, по том, что, ну, хороший оппонент, то есть, да. То есть для тебя получила самая благоприятная сетка, то есть как раз ты хотел Титана, ты хотел братка, вот тебе браток, вот тебе Титан. Ну, собственно, да, потому что, допустим, я больше всего могу сказать, кого не хотел. Я не хотел с Блайем играть, не хотел играть с Стрелком, вот. Ну, с Хэппи еще можно как бы поиграть, потому что, ну, у него, то есть, предсказуемый стиль, и, ну, можно там как-то найти решение. Даже по ходу игры, то есть посмотреть, в Бо-5 можно успеть и собраться, и выиграть. Ну, мне так кажется. Так, и сейчас, кстати, как раз у Блая хорошая атака идет, он гонит Хэппи, счет 2-1 сейчас в пользу Хэппи, но мне кажется, что тут Блай что-то очень сильное, сильно развился. Так вот, давай перейдем тогда к играм с Титаном, вот, он для тебя удобный. Ну, ты спрашивал, типа, почему, да? Еще помимо этого я узнал, кто будет меня заменять на турнире, то есть, я-то хотел, как бы, отдать свою игру, ну, свою квоту в пользу Фраера, там, ну, ну, или Лайвзерга, например, да, вот. А, ну, вместо этого сказать, что, ну, я по, там, каким-то источникам узнал, что это будет Ролл, вот. А Ролл тебе, ну, типа, зачем, да? Ну, это... Бревно на бревно. Ну, это да, это просто глупо, даже не потому, что там Ролл, там, плохой-неплохой игрок, а потому, что, ну, в последнее время просто я смотрел стрим и смотрел кастом и играл Ролл с Братком. И Ролл просто без шансов сливал все игры. Ну, это бесполезно, то есть, я думаю, что было бы бесполезно. Я понял. Ну, давай перейдем к играм с Титаном, соответственно, там уже будет не Бо 3, а Бо 5, да? С Бо 5 было, и сейчас опять Бо 5 будет. Соответственно, ты будешь... Ну, у тебя есть какие-то заготовки, или ты просто у тебя есть... Ну, как ты будешь? Ну, в ПВП там особо заготовки не нужны, надо просто хорошо законтролить, ну, и делать хорошие выводы за счет скаута. То есть, если вы видите какие-то действия, понятно, надо на три шага вперед сразу предугадать, и тогда легко вообще победить. Полишь три шага, и все? Ну, да, но на самом деле это не так сложно, потому что вариантов ПВП мало, поэтому как бы предугадать можно. Такой вот, многие считают, что это война билдордеров, то есть, там, например, кто-то пошел 4 барака Блинк, а другой пошел Фениксов, и, естественно, за Фениксов не отбиться. Ну, на самом деле, за Фениксов можно отбиться, там, правда, очень тяжело. Там надо роботик сначала заказать, а потом уже Старгейт, и тогда... Не, ну, если вот нормально он поставил Старгейт, а потом уже заказал. Да, я не видел, чтобы вот именно хорошие игроки просто... Граби. Ну, просто, чтобы они брали и на пофиг ставили Старгейт, и не попадали на роботикс. Такого не об этом. Ну, они точно знают, что сейчас вот роботикс будет, и как бы попадают. Поэтому, в принципе, такое редко бывает, что там Блинк Фениксов упирается. Хорошо, то есть, вот билдордеры изначально не так сильно дышают. Разведка, все контент. Ну, разведка, она... То есть, просто есть выбор, да, разведывать боем, да, или попробовать разведывать там вспомогательными средствами, типа АПСА, там, пробки где-то развести там, вот. Но проблема в том, что второй метод, он не очень, как бы, надежный. И получается, иногда вы потратите, там, ну, скажем, 500 минералов за игру на разведку. То есть, вроде как юнитов не сливая. Так и не разведываете, ничего. Будете играть сейфово против всего, и далеко позади, как бы, задумки оппонента. Ну, вот, поэтому приходится агрессивнее играть. То есть, одна база протас-миррера, это не из-за того, что нельзя в макро играть там, а из-за того, что как раз вот разведку делать тяжело очень. Вот поэтому так играют. Что ты можешь сказать по нижней части? Значит, там Стрелок, Стрелок играет со Сливкой, Хэппи играет как раз с Блайм. Какие твои вообще предположения, кто выйдет? Ну, вообще, Сливка, в принципе, достаточно стабильный игрок. Вот, но вот как раз Стрелок нестабильный, и он может, ну, допустим, вспомнить ВЦГ Украина, где он Демагу выиграл. То есть, ну, никто этого тогда не ожидал. Вот, но у него были заготовки, у него было, причем, то есть, он с минимальными усилиями, скажем так, мог максимально использовать те войска, которые он тогда тренировал. То есть, миксы, связки и так далее. Вот, и, ну, тут зависеть будет, конечно, мне кажется, от Стрелка, то есть, как он сыграет. Больше от Стрелка, да? Конечно. Так, а Хэппи или Блайм? Ну, вот сейчас игры идут. Я вижу 2-2. 2-2. Хэппи или Блайм? А вот если не вспоминать о 2-2, на кого поставить? Ну, конечно, Хэппи надо было ставить. Не знаю, почему он проигрывает. Ну, это не рацион. Ну, это, мне кажется, как раз вот мораль, то есть… Моралью там все нормально. Да нет, но на самом деле, Хэппи, вот, допустим, он меняет сильно стиль игры только тогда, когда он начинает много проигрывать своим стилем, вот. А против зерков у него таких вот прям серьезных выражений, черед, не было. Вот, и поэтому, как бы, он остался с тем же стилем игры, что и на ВЦГ, скажем так, да? Вот, а все остальные… Или он обоняет? Или у него после этого поменялось еще на Т-ЦЦ? Ну, как бы он все равно, то есть пытается… Вот он в Алын не идет никогда против зергов, и мне кажется, это зря на самом деле. Иногда нужно, да? Конечно, конечно. С его руками два барака, мне кажется, нужны. Ну, тут даже не от тех Алынах идут, что там с одной базы, а любые Алыны, то есть, допустим… Ну, Алын-то это как? Затеранных. Что надо поставить бараки, надо вложиться сначала в производственные здания, там, бараки, факторки и так далее, построить войска и вот за Алыней, да? Получается, что Хэппи строит мало, как бы, зданий, и эти ресурсы, что он тратит на здания, он тратит на ЦЦ, на дропы, там, на всякие, на разводы, но ни в коем случае не на Алын, вот. И мне кажется, что если бы он именно вот сфокусировал… В случае, жестче уходил именно в прямолинейную атаку? Да, 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 вот с двух баз, там, с трех, например, баз. То есть, пытался додавить до Солонов, до Брудлордов, вот именно додавить. На тайминг, на тайминг. Да, то я думаю, у него, конечно, ну, было бы с ним куда сложнее играть. Вот и Зерга. Это уже уровень флэша из первого Старкрафта, который макросущий, макротеран, который выходил в какой-то очень быстрый лимит чего-то, ну, определенный, и на тайминг выходил. Ну, а как счет, там, получается, перехалявить Зерга, ну, в СНГ не могут перехалявить Зерга терраны пока. А ты видел игру на ЕМИ, киевском, ММА против Демаги, где, во-первых, Зерг ни в одну атаку не сходил, а во-вторых, там баз было намного больше у тирана. Ну, вот да, тут как бы… Ну, это начался рипперы. Ну, это очень сложный стиль игры. В Европе, в Европе его практикует только один игрок, это Люцифрон. Вот он. У него получает… Я думал, ты меня сейчас скажешь. У него там, как бы, у Люцифрона, ну, Мариков всегда мало, войск, как бы, всегда мало, но при этом достаточно, вот, чтобы отбиться и даже, чтобы напасть иногда. То есть, причем, смысл в чем, что вы, допустим, нападаете маленьким количеством войск, да, Зерг там, ну, заказал там кучу войск, ну, по идее, должен легко отбиться. Ваша задача, как бы, разменяться там максимально, да, и у вас уже должна быть новая армия, которая, как бы, тоже должна отбиваться. Ты имеешь в виду, что вопрос в том, что твоя экономика должна постоянно раскачиваться, и ты должен хотя бы в ноль меняться, и тогда у тебя в какой-то промежуток времени, потом войск все больше и больше, и Зерг начинает задыхаться, да? Ну, да, и там еще помимо этого, как бы, передвижение по карте куда проще, если вот сначала игры вы начинаете атаковать Зерга с девятой минуты, например, там, ну, тайминг медиваков, самый ранний, да, С этого времени вы уже агрессию проявляете, то есть, то, получается, крип не распространяется, драться можно легко, танки разложить всегда. Получается эффективнее войска, любые, то есть, получается легче, ну, играть и, там, получать преимущество выигрывать. Вот так вот. Хорошо, и давай последнее слово вообще о самом заведении, вот, что тебе нравится, не нравится. Ну, тут хорошо, конечно, но вот тут кондиционеры не поставили, вот, но… Вспотело. Да тут все вспотели. Вон там Happy сидит с двумя вентиляторами, как бы, вот, но хорошие компьютеры, девайсы тоже хорошие, и даже если у вас с собой нет девайсов, тут, как бы, ну, можно привыкнуть буквально за одну-две игры, тут, ну, как бы, механическая клавиатура, мышка там новая и так далее, то есть, коврики хорошие, вот. У меня вот даже, я коврик свой не использую, решил на этом играть, как бы, потому что, ну, нормальные девайсы, вот. Но долго идет турнир, вот в чем минус. Ну, как всегда, там, сколько у нас получается, 6 бо 5, финал, еще матч за третий, все это за один день, и все это надо простримить, это, конечно… Тяжело и игрокам, и тем более комментаторам. Ну, да, то есть, вот я, допустим, прошел первый раунд, да, как бы, с одной стороны радость, а вот с другой стороны понимаешь, что сейчас надо подождать, пока сыграют все остальные первый раунд, потом сыграть матч за третье место, выиграть, проиграть его неважно, то есть, там, ну, не в этом вопрос. И потом еще ждать матч за третье место или финал, то есть, тоже ждать надо будет. А финал, финал, он будет после матча за третье место, то есть, финал вообще по времени самый… То есть, финал лучше не выходить. Ну, да, там, я думаю, что финал вообще часа в два ночи завершится, вот, мои примерные расчеты. Ну, скидку, я понял. Спасибо, Верди. Что ты можешь напоследок сказать жителям портала goodgame.ru? Забейте на StarCraft. Нет смысла вообще, если вы не кореец, если вы не американец, и пробиться… Как бы, ну, такая механика игры, что, как бы, башкой, даже если она думает, не всегда можно выиграть игру. Counter-Build не всегда решает, как бы, и тяжело играть. Ну, да. Вот это вот, на этой положительной ноте ты хочешь попрощаться? Не, ну, вы, конечно, можете тренироваться, приезжать, там, создавать буткемпы. Все будут за, конечно, но, то есть, ну, если вы хотите играть, то принимайте это решение осознанно, а не просто, там… А так лучше бобра посмотреть вечерком, как бы, я думаю, что в большинстве аудитории это, ну, будет самый хороший совет, потому что, ну, вот у меня, там, как бы, есть знакомые свои, да, которые, там, постоянно сомневаются, играть ли StarCraft, там, заниматься ли менеджментом, или просто, там, сидеть дома, фильм смотреть. Ну, мне кажется, что, если у вас нет опыта, а вот сейчас все игроки, это, в основном, старое поколение, и новое, вот, ну, сколько тренируется, там, сливка, ну, Friar тоже старое поколение, да, сливка, там, другие игроки, все равно, то есть, даже если по меркам СНГ, там, это хороший уровень, ну, до Европы далеко, а до Кореи, там, еще расти и расти, это годами, года надо тратить, вот. Спасибо за это короткое прощание и желание всем здоровья и удачи, и чтобы болели за тебя. До новых встреч! За меня можно не болеть.